Продолжение следует... Очень мало говорят об этом признаке, хотя Христос об этом много раз предупреждал, об этом Библия очень много предупреждает. Давайте мы прочитаем три места Священного Писания. Я надеюсь, что вы догадаетесь, какой это признак, как это называется. Первое место будет книга пророка Еремии, 51 глава, я читаю 46 стих. «Да не ослабевает сердце ваше, и не бойтесь слуха, который будет слышен на земле. Слух придет в один год, а потом в другой год, и на земле будет насилие, властелин восстанет на властелина». Еще два места, это из Нового Завета, давайте мы прочитаем, это будет Евангелие Луки, 21 глава, я читаю 25 и 26 стихи. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумения, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». И еще одно место, последнее, это Евангелие Марка, 13 глава, я читаю 7 стиха. «Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения, это начало болезней. Но вы смотрите за собою». Это начало 9 стиха. Я думаю, что вы догадались, о какой теме или о каком признаке я сегодня буду говорить. Это признак слухов. Иисус Христос сказал, что перед Его пришествием, перед пришествием Господа, на земле увеличатся слухи. Если вы обратили внимание, вот кто уже прожил дольше, я не говорю сегодня о молодежи, ну хотя бы сегодня кому лет, ну так, 50 и выше, ну и там, может быть, чуть-чуть ниже, то я хочу задать вопрос. Вот скажите, пожалуйста, до 90-х годов, когда мы бы жили еще в СССР, скажите, верующие в церквях жили слухами? Они обращали внимание на слухи, которые ходят на земле? Они передавали различные теории заговоров друг другу? Ну, по крайней мере, нет. Я тоже не помню. Вот кто-то говорит нет. Вы знаете, я поинтересовался, что даже в Америке этого до 90-х годов не было. Но верующие в Америке этим не занимались. И вот последние 30 лет, как говорят знатоки этого вопроса, что в мире увеличились слухи, по которым сегодня, к сожалению, и живут и верующие, которые и они обращают на это очень серьезное внимание. Вы знаете, что послужило этому? Мне стало это интересно, и я немножко покопался в интернете. И я нашел такую интересную информацию, что фраза одного американского политика, это прошло ровно 30 лет, в 91-м году, одна фраза одного американского политика дала толчок одному американскому телеведущему христианину, чтобы написать книгу о мировом правительстве. То есть он взял эту фразу, и на этой фразе он написал эту книгу. Она стала бестселлером по всему миру. Она переведена на многие языки. И христианство, скажем так, верующие, они вошли в эту эру слухов, когда люди начали заниматься этими вопросами. Это стало просачиваться, тем более, что появился интернет, различные возможности стали, люди стали друг другу это передавать. И, к сожалению, я не знаю, конечно, процент, но вот за последние полтора года, вот как только появился ковид, скорее всего, люди больше уделяют внимания слухам, чем священному писанию. К сожалению, это так. И мы все с вами этому свидетели. Я хотел бы сегодня поговорить и посмотреть, что Библия говорит на эту тему. Нужно ли верующим заниматься слухами? Как верующим на это реагировать? И что Священное Писание говорит нам о слухах, о которых очень много на земле сегодня? Вот, наверное, за последние полтора года только на мой телефон пришли десятки различных сообщений от друзей, от родственников о различных слухах, которые якобы говорят о том, что существует некая сила, которая готова уничтожить сегодня всех христиан, что есть различные планы и заговоры против христиан, против всего человечества, чтобы уничтожить всех. Как нам к этому относиться как верующим? Вы знаете, ради объективности мнения я хочу сказать, что в Библии слово «заговор» есть 18 раз упоминается слово «заговор». И я нашел еще несколько десятков мест, историй, где описываются заговоры. То есть Библия говорит на самом деле, что эти заговоры существуют. Библия не отрицает, что в мире есть заговоры. И очень хорошо об этом написал Исаия. Вы знаете, как только мы научились читать Библию, мы уже знали, что происходит в этом мире. Мы знаем, что в этом мире зло. Исаия в 24 главе 16 стихом написал так, что «злодеи злодействуют и злодействуют злодеи злодейски». Очень интересная фраза такая, нам нужно это запомнить. Но не для того, чтобы нам заниматься тем, чтобы узнавать, что же эти злодеи умышляют. Пусть эти злодеи умышляют, пусть они занимаются своими делами, как книга Откровения говорит, пусть они оскверняются еще больше. Как же быть нам? Что Библия говорит на эту тему? И вот я приведу несколько пунктов или несколько принципов, почему верующим не нужно этим заниматься. Вы знаете, первый из принципов, что мне бросилось в глаза из Священного Писания, что в любой теории заговора не существует Бога. Там Бог не учитывается, пусть даже этот заговор придумали христиане. В этом заговоре вы никогда не найдете место Богу, там Бога нет. Посмотрите, что написано. Бытие 50-20. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Скажите, когда 10 братьев Йосифа замышляли убить его, они составили заговор, чтобы убить его, в ихнем плане было место Богу. Они учитывали, что существует Бог. Они в этот момент верили Богу, что Бог управляет всем. Я очень в этом сомневаюсь. Они делали свое грязное дело. Они умышляли убийство против собственного брата. Но Йосиф говорит, «Вы не учли, что существует Бог. Вы не учли то, что Бог контролирует все». И в этом проблема всех заговоров. Смотрите, что говорит Моисей израильскому народу в Таразаконе 23, 5. «Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог любит тебя». Друзья, когда замышлялась заговор против израильского народа между двумя людьми или группой людей, чтобы проклясть народ Израиля, они не учли один момент, что Бог-то любит Израиль. Бог от него не отвернулся, его любовь не иссякла. Мы сегодня много раз говорим о любви Божией, но когда до нас доходят слухи, у нас как будто заканчивается наше понимание Бога, что его как будто льдет, и он перестал нас любить. Это одна из причин, почему верующие не должны заниматься слухами. Вторая причина, почему верующие не должны заниматься и распространять эти слухи, потому что это очень вредно для верующих людей, для их духовного состояния. Смотрите, что говорит апостол Павел в Филиппийцам 4,8. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели и похвала, о том помышляйте». Скажите, в этом списке, который предлагает апостол Павел верующим, вы найдете здесь место о заговоре мирового правительства, о том, что хочет сделать Билл Гейтс, о том, что хотят сделать через прививки, о том, что хотят уничтожить всех людей, всех особенно верующих. Здесь в этом списке нету, потому что помышлять апостол Павел предлагает нам, что только чисто и истина. То есть, если вы сомневаетесь, что это истина, вам об этом не рекомендуется размышлять. Даже в вашем уме – это вредно для вас. И мы поговорим об этом почему. Второй момент – тем более нельзя на эту тему говорить. Смотрите, что написано в книге пророка Исаия 33,15. Там описывается группа людей, которые ожидают Божье присутствие, Божье пришествие. 33,15. «Мы призваны говорить истину. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитиях, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Мы призваны не слушать и не смотреть на преступления». Почему? Апостол Павел в другом месте говорит 2 Коринфянам 3,18. Смотрите, что он говорит. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу от Господня Духа». Вот когда мы смотрим на Господа, когда мы смотрим на Его образ, на Его славу, вот тогда мы можем преображаться в Его образ. Скажите, когда мы смотрим на то, что происходит в этом мире, когда мы начинаем свое ухо наклонять, чтобы слышать о кровопролитиях, смотреть на злодейство, что происходит с верующим человеком? Он начинает преображаться в тот образ, на который он смотрит. Он теперь не смотрит на Господа, и теперь в его сердце помещается, страх вселяется. Он начинает быть подозрительным ко всему, и у этого человека теряется мир. Этот человек не может нормально, духовно существовать, потому что он свой взгляд от Господа теперь перевел на эти слухи, на эти догадки, на эти домыслы. Третья причина, почему верующим не нужно заниматься с различными слухами, описывается во Второй книге Царств, 13 главе, я прочитаю, с 30 стиха. Очень интересное место, которое показывает нам, почему нам не нужно этим заниматься. Прочитаем 13 глава, Второй Царств, 30 стиха. «Когда они были еще на пути, дошел слух до Давида, что Авесолом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. И встал царь, и разодрал одежды свои, и повергся на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои». Здесь мы видим еще один заговор. Священное Писание описывает заговор, который был против одного сына Давида, против Амнона. Но до Давида дошел слух, что умертвили всех сыновей Давида. Молодежь, сколько было сыновей у Давида? 19 сыновей было у Давида. И ему сказали, что все 19 сыновей его убиты, вернее, 18. И Давид что делает? Он разодрал одежды свои, посыпал пеплом все люди, паника, все сыновья убиты. ровно в 18 раз было преувеличение того, что было на самом деле. Почему нам не нужно заниматься слухами? Потому что это есть, в этом есть очень много преувеличений. Буквально сегодня мне, перед тем, как я должен был идти на собрание, мне пришло очередное такая вот, ну, скажем, такой слух или информация такая на телефон. Он один брат прислал. И там написано, что кто будет вакцинироваться, 90% из этих людей умрут. Как относиться к этой информации? Как Давид? Посмотрите, что написано в 32 стихе. «Но Иоаннадав, сын Самая, брата Давидова, сказал, пусть не думает, господин мой, что всех отроков царских сыновей умертвели. Один только Амнон умер, ибо у Ави Солома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его». Посмотрите, какое преувеличение. Да, потерять зло было против одного человека, только одного сына, но это было преувеличено в 18 раз. Поэтому реакция Давида была, естественно, он поверил тому, что ему сказали, и он так вот отреагировал бурно, эмоционально, он разодрал одежды свои. Вы знаете, как мы реагируем на то, что нам приходит? Что мы должны сделать? Ну, во-первых, наверное, дождаться еще одной информации. То есть Библия говорит, что надо 2-3 источника иметь информации, чтобы что-то верить. Вы знаете, очень часто у нас бывает, как вот, когда я ходил в школу, у нас была очень такая смешная история про группу Битлз. Вы, наверное, слышали, что была такая давно такая группа Битлз. Вот рассказывает один человек другому, говорит, ты знаешь, я, говорит, вчера слушал Битлз, мне, говорит, ужасно не понравилось. Почему? Потому что они сильно картавят и сильно фальшивят. А где же, говорит, ты слышал этот Битлз? А, говорит, мне сосед Петька напел. Оказывается, его сосед Петька, он и картавит, и фальшивит. И он напел ему эту песню из Битлза. Вот у нас сегодня, и у христиан, иногда бывает так, что мы... Откуда эта информация? А сосед Петька мне это напел. Это он мне прислал. Поэтому эта информация... Ну, конечно, он же врать не будет. Вот такое отношение к слухам, оно неправильное. То есть, если даже мы хотим дать ответ своим детям, которые, может быть, слабее духовно на нас приходят, мы должны иметь достоверные источники. Сегодня очень мало людей интересуются, действительно ли это так. Есть много примеров тому, как люди, не проверив, передают все это, знаете, и наводят страх и на других людей. Четвертый принцип, как мы правильно должны реагировать. Я думаю, что Давиду был очень хороший урок, когда он первый раз вот так вот он сильно ошибся с этими слухами. И вот если мы перелистаем одну главу и прочитаем пятнадцатую главу Второй царств. Давайте прочитаем с тринадцатый стих и несколько стихов потом с двадцать пятого. «И пришел вестник к Давиду и сказал, сердце израильтяну клонилось на сторону Авесолома». То есть здесь опять есть заговор против Давида. И двадцать пятый стих. «И сказал царь Садоку, возврати ковчег Божий в город, если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так, нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мною, что ему благоугодно». Посмотрите, правильное отношение к Давиду против заговора. Он не упоминает здесь Авесолома. Он не наполнил злостью, он не угрожает, он не хочет мстить, он не ненавидит своего сына Авесолома. Он говорит, что если Господу угодно будет, если Господь это даст, то Он возвратит меня. То есть, вы знаете, в любом деле, когда мы что-то слышим, мы должны понимать, что в этом деле есть Бог, который стоит выше всего. И Давид очень хорошо это понял, что в эти моменты нужно обращаться и не иметь такое недоверие всем. Вот в последнее время у людей такое тотальное недоверие ко всем, к правительству, к медицине. Ну, кто бы ни был, тотальное недоверие идет. А думаем ли мы о том, что, возможно, это от Бога? Может, это Бог допускает это? Последний пример, который я приведу, и мы будем молиться, очень интересный момент, тоже описывает один заговор. Книга пророка Исаии. Давайте мы прочитаем 7 глава 5 и 7 стихи. Книга пророка Исаии с 5 стиха. «Сирия, Ефрем и сын Рималиин умышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею и возмутим ее и овладеем ею и поставим в ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется». И теперь 8 глава, читаем с 9 стиха. «Враждуйте народы, но трепещите, внимайте все отдаленные земли, вооружайтесь, но трепещите, вооружайтесь, но трепещите, замышляйте замыслы, но они рушатся, говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог, ибо так говорит мне Господь, держа меня за крепкую руку и внушая мне не ходить путем сего народа, и сказал, «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Савуофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш». Посмотрите, как Бог категорично запрещает людям, которые называют себя его народом, его детьми, не называть заговором того, чего в этом мире называют заговором. Почему? Интересный вопрос. Почему? Вы знаете, слово «заговор» или «сговор» – это то, что происходит тайно от человека, то, что происходит за его спиной. И если человек неверующий, на самом деле за его спиной можно что-то сговориться. Но за спиной Бога никогда ничего нельзя договариваться, потому что все скрытое и все тайное принадлежит Богу. Оно открыто перед Ним. Так он сказал во второзаконии 29.29. «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему». Вы знаете, в контексте того, что описывается здесь, против иудея был ужасный заговор, чтобы уничтожить всех иудеев. Но вы знаете, Бог говорит, что это было не скрыто от моих глаз. Я все это знаю. И более того, что в контексте того, что мы прочитали в 29 главе второзакония, что все, что происходит с народом Божьим, это может быть как испытанием для народа Божьего и как наказанием для народа Божьего. Вот почему мы не должны приписывать эти вещи, которые происходят с верующими людьми, что это от заговорщиков происходит, но это происходит от Бога. Мы так, наверное, верим. Я не знаю, я так верю, братья и сестры, вы тоже так верите, что все это от руки Божьей. От Него и наказание, если Он допустит. А если нет, то ничего не будет. Вот почему Бог говорит, что для Бога это не заговор. Но вы должны чтить Господа Бога Савуофа. Бог Савуоф – это Бог воинств небесных. Он царь, он предводитель всего войска. И у Него войско такое, которое против вот этого заговора, о котором мы прочитали Исаии, послал одного ангела, и он уничтожил 185 тысяч воинов. Погибли за одну ночь. Вот это Бог. Вот это делает Бог. И никакой заговор, Он не устоит перед Богом. Поэтому, братья и сестры, мое желание сегодня, чтобы вот эти истины, они как-то легли на наши сердца. Чтобы мы своими вот такими отношениями к слухам, мы не губили свое духовное состояние. Чтобы мы могли свой взор всегда держать и ориентироваться на Господа. Потому что всегда все от Него происходит. Все от Него исходит. И когда Господь придет, вот Он говорит о том, что в Его огне, в Его присутствии могут быть только те, которые не занимаются этим. То есть, они затыкают уши слой, чтобы не слышать об этих слухах. Они глаза свои закрывают, чтобы не смотреть на эти вещи. Вот они устоят. Они в тот день способны будут предстать перед Господом. Пусть Господу будет слава. Аминь. Давайте помолимся.